Правоохранительные органы должны провести всеобъемлющее профессиональное расследование для опровержения либо подтверждения версии о предательстве в ходе боевых действий в Карабахе. Такое мнение второй президент Армении Роберт Кочарям высказал в среду в интервью Хайлеем политике Эми Еревант Дэй. Экс-глава государства напомнил о записи, согласно которой третьему президенту Армении Сержу Сарксяну предлагалось передать некоторые районы Азербайджану в обмен на 5 миллиардов долларов. Он также добавил, что есть сведения о визите Артура Ванатьяна, занимавшего на тот момент пост главы службы национальной безопасности в Дубай, где он встречался с представителями спецслужбы Азербайджана. Помимо этого, как отметил Кочарян, ведутся разговоры о том, что нынешнему руководству Армении предлагали передать территории за ту же сумму. Теперь по итогам войны территории потеряны, а вопросы остаются без ответов, добавил экс-президент. Я не могу доказать и показать связь между предложением и результатом войны, но у нас имеются правоохранительные органы. Они должны либо опровергнуть, либо подтвердить эту связь. Это должно быть сделано в результате профессионального расследования, до тех пор, пока правоохранительные органы не докажут или не опровергнут, что нынешним властям предложили сделку за сдачу земель. Любой гражданин вправе думать, что именно так все и было. Но при действующих властях провести расследование сделать невозможно, считает экс-президент. Как отметил Кочарян, подозрения по поводу того, что состоялась сделка усиливаются, с учетом того обстоятельства, что, несмотря на предупреждение главы Генштаба Вооруженных сил Армении Оника Гаспаряна, премьер-министр не предпринял реальных попыток остановить войну. При сопоставлении множества фактов, версия о предательстве не кажется безумной, полагает экс-президент. Вместе с тем, Кочарян заявил, что не может утверждать, будто представители армянской власти турецкие агенты. Но если бы они таковыми были, то случилось бы именно то, что произошло. В этом контексте он указал на такие неблагоприятные факторы, как раскол общества, расшатывание армии и всей системы безопасности, распространение атмосферы недоверия к государственным институтам и ухудшение отношений с союзниками. Чего из перечисленного не сделал премьер. С большим воодушевлением и последовательно все это было сделано. Общество поделено на черных и белых, богатых и бедных русофилов и русофобов. Разрушили армию, делись за дело 1 марта, дискредитировали героев, органам безопасности поручили искать сатану и проверять чековые аппараты, а не выявлять агентурные сети, заметил бывший глава государства.